Фильмы 1952 года не советские. Ну, во-первых, был такой популярный в то время фильм «Величайшее шоу мира», посвященный цирку, ну, по типичным канонам, в общем-то, как обычно цирк снимают, там какие-то интрижки мелкие, то да сё, и много цирковых представлений. Такие фильмы про цирк и в СССР в 70-е снимали довольно много, помню, несколько. Ну, его первоначально высоко оценили, потому что атмосфера, цирка, там всё такое, к тому же, в 1952 год в США довольно много социальных конфликтов, травли коммунистов и так далее, отвлекало, поэтому дали «Оскар» и так далее. Ну, сейчас, наоборот, ругают. Даже включили в книгу «Самые лучшие из худших голливудских фильмов». То есть, в общем, ему дали «Оскар» за лучший фильм года, но в целом сейчас вот считают, что это, наоборот, очень плохой фильм, ну, потому что стереотипы, в общем, особенного нет даже конфликта какого-то серьёзного, нет какой-то вот социального контекста там и так далее. Просто вот цирк, все красиво там как-то вот так вот крутятся. В общем, сейчас его ругают. Тем не менее, Спилбергу это понравилось, и Спилберг, посмотрев этот фильм, решил стать режиссёром. «Тайные игры» либо «Запрещённые игры» фильм. Это фильм Рене Климана, он достаточно социальный, это война. Франция проиграла войну в 1940 году, и маленького там ребёнка возят в деревню, и вот там жизнь детей в деревне на фоне войны. Довольно такая тяжёлая. Первоначально хотели снять три новеллы, но сняли только одну, и потом её доделали до полнометражного фильма. В основном «Дети» было плохое финансирование, поэтому снято близко так к документалке, ну, в общем, режиссёр так и хотел, что такое наполовину документальное кино. Но актёры реально беседовали с крестьянами, их имитировали. То есть деревня довольно реалистична французская, как все отмечают, и за это и ругали, за то, что, значит, документалка, чересчур реалистична, те, кому это нравилось, они хвалили. То есть в целом отмечают, что игровой фильм напоминает в целом документальный и очень похожий на то, что вот реально деревня. Трагедия детей, детство которых, война раздавила, война, дети, всё это тема очень реальная, там всё, психика детей страдает от ужасов войны и того, что там вокруг происходит. Ну, соответственно, это левые хвалили, а правые, наоборот, ругали, потому что цинизм, антикреликальные выпады, чересчур натуралистическое изображение жизни крестьян, там вся вот эта грубость материальная, сторонники правых глядов это всё, наоборот, на всё это накатывали. Патологическое поведение детей и вот всё такое прочее. Ну, вот левым, наоборот, нравится вот это всё. Тут как раз попало в разделение левых и правых во Франции. Огни рампы, фильм Чаплина. Он находился в конфликте с США, где его обвиняли в том, что он коммунист, и он действительно был левых глядов, но не коммунист, конечно. Его фактически изгнали из Америки. Его фильм «Месье Верду» провалился, хотя был, в общем-то, обычный нуар, тогда все так снимали. Вот именно Чаплина, весь нуар обвинили в том, что это наезд на Америку и это коммунизм. Он решил снять довольно добрый такой фильм, совсем не нуар, в 52-м году, огни рампы, звуковой, и даже во многом в его обычных этих традициях. То есть про маленького такого доброго человека, про его любовь, как обычно Чаплин делал немые. Однако на тот момент в Америке ненависть Чаплина такой степени дошла, что даже и не показывали, запретили. Премьера прошла в Лондоне, был большой успех в Европе и в Японии, а в Америке только в 72-м году показали, фактически они Чаплина вообще запретили, чтобы он там не снимал. Сюжет традиционный для Чаплина. Старый клоун, которого Чаплин играет, он влюбился в молодую балерину, и вот он ее спасает, помогает. Они такие актеры низкого уровня, все у них, в общем, так это на самом деле плохо, но вот они друг другу помогают. И все это 1914 год, то есть все спроекцировано на начало Первой мировой войны. в истории помещено. Снимал в фильме своих родственников, сына, в частности, и других детей своих. В советском прокате дублировал его Смоктуновский. Решили, что Смоктуновский подходит к этому, к образу главного героя Кальвера Клоуна. И отмечает, что во многом это фильм автобиографический, потому что он работал тоже вот артистом мюзик-холла, это все мюзик-холл в Лондоне. И он реально вспоминает, какие там могли быть истории, какие могли быть конфликты, как там люди говорили. Отец у него тоже был похожий на это старого Клоуна. Тоже такой актер неуспешный совершенно. И вот все вот это тоже вроде как он вспоминает. Кроме того, Чаплин думал, что это его последний фильм. Вот пытался как-то рассказать о своей жизни, передать опыт. То есть у него, он на самом деле из бедной семьи, и у него довольно тяжелый был опыт в молодости. Поэтому, видимо, он и левым и стал. То есть за трудовых людей все выступал, потому что вот такая у него биография психологическая. Ну, оценивают по-разному. В целом, на самом деле в традициях Чаплина, но не так популярно, как и в ранней комедии эти синимые. Отелло. Интересный фильм, американский. Ну, они сделали как гражданине Кейни. То есть начинается все с похорон Отелло и Дездемоны, а дальше как бы расследуют это все убийство и туда вплетают сюжет Шекспира. То есть оригинальное такое решение. То есть не идет сюжет нормальный Шекспира, а наоборот, все назад идет. Как бы мы расследуем, по какой причине он ее убил. И так вот все. Ну, отмечают, что мало было финансирования, поэтому звуковая запись плохая. Игра актеров вроде как хорошая, но из-за низкого качества звука, который до сих пор там имеется, даже некоторые слова трудно понять, поэтому это все вот так вот. В Каннах имело успех. И, в общем, все отмечали, что идея интересная. Операторская работа хорошая, хоть и низкобюджетная, но тем не менее в Америке не прокатило. В Америке про цирк смотрели. Поющий под дождем, кстати, имело хотя бы успех в Америке. Это мюзикл. Тоже безидейный, но интересный, красивый. Мне тоже нравится. И песни хорошие. Поющий под дождем. Я смотрел несколько раз. Доставляет удовольствие. Хотя, да, социально никакой там драмы нет. Песни многие стали популярны из фильма. Сюжет основан на том, что немое кино заменяется звуковым. И вот актеры адаптируются. И вот там всякие танцовщицы, киноактеры, все такие веселые, поют все время эти песенки. И, соответственно, какую-то свою постановку они там продвигают. Делают первый. Один из первых звуковых фильмов он проходит с большим успехом. И вообще все так хорошо кончается. Используются, между прочим, реальные песни 20-х и 30-х годов. То есть там для фильма написано только пара песен. В основном это как раз репертуар вот мюзик-холлов конца 20-х и начала 30-х именно американских. Но он там, кстати, неплохой. Неплохие мелодии, такие запоминающиеся, веселые. Как раз был кризис в Америке. Им надо было отвлекать народ чем-то хоть и веселым. Вот у американцев хорошо, что если даже кризис, они веселятся, позитивное мышление. То есть все равно преодолеем. Они как раз в кризис самые оптимистичные эти все фильмы снимали. Ну, честно говоря, задание и было для сценариста, что просто связать каким-то образом музыкальные номера. То есть это даже сюжета практически нет. Сюжет связывает. Ну, то есть есть там сюжеты довольно определенные, но смысл сюжета только в том, чтобы связать исполнение всевозможных песенок и танцев. Ну, снимали они по-американски хорошо. В частности, сцена Good Morning, такая ключевая там, и песню они поют Good Morning, ее снимали 19 часов, и несчастную там девушку ее просто уже ходить не могла к концу сцены. Вот они там все веселые, танцуют с улыбками в этой сцене, а снимали 19 часов, ужасно, то есть добивались максимального качества. Они на самом деле все усталые, там вымотавшиеся и так далее. И уже ходить практически не могли. В другой сцене у актера вообще было 39 градусов температуры, лихорадка, он отказался домой идти, все равно снимался героически и пел, вот и улыбался. Ну, было сразу популярно. Золотой глобус за лучшую мужскую роль, Оскар за лучшую женскую роль и так далее. И далее тоже входит в первые 25 американских фильмов и постоянно в списке различных самых лучших американских фильмов неизменно входит и качество действительно хорошее. Тут надо сказать, что как музыкальная комедия прекрасно сделана, тут ничего плохого не могу тут добавить, мне понравилось тоже. Умберто Де, это пошел опять неуреализм итальянский, все мрачно, все плохо, пенсионер участвует в какой-то демонстрации, которую разгоняет полиция, у него единственный друг его собака, потом его выселяют, потом он, значит, заболевает ангиной, попадает в госпиталь, потом пропала собака, его опять все время выселяют, ищут свою собаку, и вот они там с собакой как бы и бедствуют. В общем, все плохо, и старик практически на уровне собаки находится в этом обществе. Ну, естественно, критиковали за то, что чрезмерно мрачно, пессимистично, а левый наоборот вот так вот, правильный фильм, сатира, все вот это, и французские, и итальянские, левые все режиссеры, это все поддерживали, сатиры на общество, находили там некие там всякие намеки, реализм, социальная критика, и все такое восхваляли, и даже некоторые считали, что прям один из лучших фильмов итальянских. Фан-Фан Тюльпан, в целом это кинокомедия из 18 века с таким веселым героем, там что-то его в армию забивают, и так далее. Маркиза де Пампадур, Людовик XV, все вот в костюмах. Ну, как в качестве такого легкого фильма, почему значимо, потому что в советском прокате крутили, как вот такой веселый французский фильм, и в известном этом культовом фильме «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен» показывают в пионерском лагере это Фан-Фан Тюльпан, и когда там герои целуются или какие-то намеки на это, то закрывают от детей картонкой вожатые эти все сцены, а сами смотрят, как там целуются. Шинель, это по Гоголю реально, ну, это вот неореализм, все итальянский, и, естественно, в их контексте, в их стилистике, понравился им Шинель Гоголя, но пересняли, как будто это Северная Италия, 1930-е годы, поэтому всех сделали итальянцами, ну, все то же самое, то есть, служащий покупает пальто на последние деньги, потом у него пальто забирают, и он становится призраком. Помимо Гоголя, там всякие намеки на Достоевского, все, в общем, нагружено русской культурой, ну, и можно посмотреть, как вот итальянцы воспринимают русский реализм 19-го века.